Утюжок это очень классный стайлер, которым вы можете разнообразить свою повседневную укладку. Либо выпрямлять волосы, либо накручивать и получать красивые и стильные укладки. Как же выбрать утюжок и не разочароваться в своей покупке? Почему неправильно выбирать утюжок, исходя из длины ваших волос, и отдавать предпочтение вариантам, где ширина пластин больше 3 см? Вообще, на что обращать внимание, на какие характеристики, что по температурным режимам или по покрытию пластин, разберемся в сегодняшнем ролике. Ну а пока мы не начали, подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео, включи уведомления. Здесь я рассказываю о волосах, об уходе за ними, о стрижках, укладках и окрашиваниях. А если хочешь пообщаться со мной лично, то записывайся ко мне на онлайн или офлайн консультацию на сайте lizahair.com. Как я уже сказала, утюжок это универсальный инструмент, которым вы можете разглаживать свои волосы или же накручивать. И я рекомендую вам исходить все-таки из вот этой универсальности при выборе того или иного утюжка. Передо мной три утюжка бренда Dyson, самый дорогой здесь у нас экземпляр. Бренда DHD и бренда Suntace. На их примерах мы разберем основные характеристики, на которые важно обращать внимание при покупке для себя утюжка или же в подарок. Так как я уже упомянула об универсальности, начнем с ширины пластин. И вот здесь я рекомендую выбирать утюжки не более 2,5-3 см шириной. Вот пластина, которая, давайте, буду показывать, наверное, на примере. Вот эта пластина я не рекомендую брать слишком широкую. Если вы возьмете, во многих, знаете, рекомендациях говорится, чем длиннее ваши волосы, тем шире должен быть утюжок. Но если вы рассматриваете, опять же, утюжок в качестве универсального и многофункционального инструмента, то не берите вот эту ширину больше 3 см, потому что просто будет неудобно захватывать волосы и прокручивать их, чтобы получились красивые, аккуратные локоны. Да, ширина пластин позволит вам хорошо вытянуть волосы, но при этом, если вы захотите их накрутить, слишком широкий утюжок не позволит вам сделать это красиво. Например, у утюжка от Сантачи ширина 23 примерно миллиметра, у других утюжков здесь у нас у GSD 25 миллиметров, и у Дайсона тоже ширина пластин 25 миллиметров. Что касается длины пластин, как здесь быть? В среднем я рекомендую выбирать 90, если волосы очень длинные, то можно взять и 100, но в целом диапазон от 90 до 100 миллиметров, то есть это 9-10 сантиметров, это такая идеальная, оптимальная длина полотна. Здесь у нас как раз-таки 90, в Дайсоне, кстати, тоже как и в Сантаче 90, а у GSD 95 миллиметров, то есть 9,5 сантиметра. Далее, раз уж мы говорим про пластины, то здесь однозначная рекомендация, которой следует придерживаться, это выбирать плавающие пластины, а не, как правильно сказать, намертво закрепленные? В общем, как понять, что пластина плавающая? Сейчас вот на экране я трогаю пластины каждого утюжка, и вы видите, как пластины могут двигаться и заходят как бы внутрь. Что дают такие плавающие пластины вашим волосам? Они помогают захватить прядь таким образом, что она не будет нигде пережиматься, первое. Второе, распределяться тепло будет также более равномерно. Соответственно, прядь качественнее и лучше либо распрямляется, либо же накручивается, и вы получаете локон своей мечты или же идеально разглаженную прядь. То есть нет такого, что где-то будет пережигание, нет такого, что где-то будет залом сильный, но здесь все равно от нажатия может зависеть. Но, тем не менее, плавающие пластины более бережно относятся к вашим волосам в процессе укладки на подобные инструменты. Следующая характеристика, на которую важно обращать внимание, это, наверное, вы уже догадались, раз мы речь все еще идет о пластинках, это, конечно же, их покрытие. И здесь, исходя из моего профессионального опыта работы с волосами, наиболее, скажем так, удобное и оптимальное, качественное, долговременное, долгослужащее покрытие, это керамика, либо керамика с турмалином. Такое покрытие лучше и равномернее распределяет тепло, оно дает очень гладкое скольжение по волосам, очень легко проводите и разглаживая волосы, и накручивая, у вас нигде там нет каких-то застревающих резких движений. В случае с Сантачи у нас как раз-таки турмалиновое, керамика-турмалиновое покрытие. Здесь вообще керамика, но у меня такое ощущение, я просто, когда готовилась к этому видео, не нашла на сайте и написать бренду, к сожалению, не успела. Указано, что это керамика, но по внешнему ощущению и по работе с этим утюжком, мне кажется, что здесь тоже турмалиновое покрытие. И если мы говорим про Dyson, то здесь у нас тоже с турмалином. Но вот она явно отличается от двух этих экземпляров, потому что, ну просто даже внешне вы увидите на кадрах, что здесь немножечко все по-другому. Следующая характеристика это длина шнура. Да, на эту характеристику очень часто закрывают глаза, забывают про нее, но если вы купите утюжок со слишком коротким проводом, а розетка у вас где-то далеко от зеркала, да, вам будет просто неудобно его использовать. Поэтому чем длиннее провод, тем лучше. Вот в двух этих экземплярах по два с половиной метра у Dyson. Это вообще отдельная история, конечно, но у него также есть блок питания. Вот здесь вот он у меня в коробочке лежит. И так как версия вот этого Dyson у меня профессиональная, то здесь профессиональная версия, я вот даже у меня здесь все запечатанное. Еще вот так выглядит шнур, провод, и он уже идет 4,5-4,6, по-моему, сейчас здесь свою подсказочку посмотрю. Даже 4,8 метра. Непрофессиональная версия Dyson Coral вот этого утюжка. Она отличается от профессиональной только длиной провода на самом деле. И вариациями по цвету. Так, положим все здесь, раз уж у нас такое. Объяснение, видеообъяснение с примерами, пусть все здесь лежит. Ошиблась. У GHD у нас 2,7 метра. Ну, практически, да, вот здесь меньше всего. Здесь 2,7. И также, что важно получить в шнуре. Это вот такой вращающийся шнур на 360 градусов. Подобное крепление утюжка прослужит вам гораздо дольше, чем если никак не крутится здесь провод, и, соответственно, вы куда-то повернули, как-то неудачно, возможно, повернули. И вот здесь будут заломы, и провод может быстрее износиться. Здесь такого нет, то есть при каждом движении провод легко крутится. Что здесь, что в нашей самой бюджетной сегодня версии, что вообще в Dyson здесь магнитная. Смотрите, хоп. Вот это да, да. До чего технологии дошли. Здесь магнитная, она тоже крутится. Соответственно, когда вы подключаете Dyson к розетке, используете его таким образом, то тоже здесь все прокручивается. Но отпадает он тоже достаточно легко, если вдруг что-то задели, но если что, его вернуть тоже так же легко. Далее. Температурные режимы. Я всегда говорю, что очень важно, чтобы утюжок показывал разные степени нагрева, и была возможность поставить разную температуру. При этом у сегодняшних экземпляров, у всех температура показывается и регулируется по-разному. Я не сказала вначале, что я утюжки, которые я вам показываю, например, которые мы обсуждаем выбор и делаем вот это сравнение, рекомендую к покупке. Вы можете ими пользоваться как профессионал, если, допустим, вы парикмахер, стилист по волосам. Вы можете использовать это дома. То есть, да, эти все инструменты профессиональные, но для домашнего использования тоже отлично подходят. Здесь вопрос скорее в вашем бюджете, да, и сколько вы готовы отдать за эти позиции, а я в конце видео как раз-таки сообщу, сколько же каждый из них стоит. Про температурные режимы. Наверное, такой самый привычный и вам, и мне. Выбор температуры это у Сантачи. Здесь есть такой механический выбор, кругляшок, который вы крутите и выставляете нужную температуру. И диапазон здесь от 120 градусов до, сколько здесь показывают, 230, самая высокая температура. Но, по факту, 120 градусов вам, ну, куда? Вы на 120 ничего не выпрямите. Даже на 140 и на 130, скорее всего, ничего не выпрямите, не накрутите. Потому что температура, которую вы выбираете на стайлере, напрямую влияет на стойкость вашей укладки. Поэтому здесь нет принципа такой, что чем меньше поставлю, тем лучше для моих волос. Или возьму тот утюжок, куплю, где есть прям минимальная температура, 100-120 градусов. Нет. Или же наоборот, есть максимальная температура, буду все делать на максимальной. То есть в среднем, чтобы вы понимали, практически для всех волос подходит температура 180 градусов. И можно накрутить и выпрямить любые волосы. Есть нюансы, допустим, если ваши волосы прекрасно крутятся, держат укладку, прекрасно выпрямляются. Они, допустим, тонкие, сильно поврежденные на 160, на 170 или даже на 150, то это классно. Пользуйтесь меньшей температурой. Но есть волосы, которые прям очень сложно поддаются на крутки. Такие очень плотные волосы, сложно держат укладку. Помимо того, что мы можем повлиять на них стайлинговыми средствами, мы можем также немножко поднять температуру. Допустим, 190, 185-190, там до 200 градусов. Но выше я бы тоже, вот 230, это уже, ну, как бы для укладки, это чересчур высокая температура. Если с этим все понятно, то вот у этого экземпляра, который, ну, на мой взгляд, очень классный утюжок, прям вот суперкрутой. Я его очень люблю после вот этого из недорогой ценовой категории. Но если вот здесь вот вы посмотрите повнимательнее, вы не увидите температурных режимов. Здесь установлена температура 185 градусов, и она поддерживается на протяжении вот всего включенного периода. Такая температура тоже, как я уже сказала, в целом оптимальна для любых волос, и вы сможете сделать накрутку. При этом, не знаю как, но этот утюжок реально справляется с очень даже плотными волосами. На такой температуре укладка держится, с волосами, которые ничего не держат, он тоже справляется. 250 раз в секунду контролируется температура. И за счет вот такой умной технологии, в этом большое отличие от каких-то дешевых аналогов, дешевых непрофессиональных утюжков, здесь все по-серьезному, можно сказать. Кстати, вот здесь тоже есть контроль температуры, но не сказал производитель, сколько там раз в секунду она проверяется, я не нашла эти данные. У Dyson она тоже есть, и вот здесь три температурных режима. 165 градусов, 185 и 210. То есть вот здесь у нас есть кнопочки, с помощью которых вы выставляете нужную вам температуру. Допустим, мои волосы я могу накрутить и на 165 в целом, но на 185 тоже периодически их кручу. 210 для меня слишком много. Скорость нагрева, да, еще один показатель. Здесь у нас 30 секунд, 20 секунд. У Dyson, по-моему, тоже 30 секунд. Вот я его сейчас включила, да, он дал индикацию, по-моему, прошло 30 секунд. Но я могу ошибаться, я еще, я подпишу здесь, посчитаю. Далее, когда мы выключаем наш утюжок, тоже такая немаловажная функция, которая для кого-то не важна, для меня важна. Это автоотключение, потому что поднимите руку, кто фотографирует утюг, когда выходит из дома, чтобы точно знать, что вы его выключили. Или какие-то другие приборы. Вот, ставьте лайк, если вы такой же человек, напишите об этом в комментариях. Здесь у всех этих утюжков есть автовыключение. У Dyson, оно включается после 10 минут бездействия. У GHD Platinum Plus после 30 минут бездействия. И у SunTouch, конечно, подольше, уже 60 минут. Но просто будем надеяться, что ничего там рядом не воспламенится за эти 60 минут. Далее. У нас осталось совсем немного пунктов. Это вес. Вот здесь тоже, если есть возможность подержать в руке, допустим, в магазин сходить и посмотреть, что для вас удобнее, что легче, что оптимальное по весу, это будет здорово. Вот здесь из этих трех, самый тяжелый, это Dyson. Но ему в целом это простительно, потому что этот прибор может работать и без зарядки. Мы сейчас его как раз и протестируем. Там есть литиевые батареи, которые как раз-таки позволяют 30 минут делать укладку без подключения к розетке. Поэтому его, как и в целом его позиционирует бренд, можно брать с собой куда-то, подзарядили, сделали укладку. И вот в течение 30 минут, это вполне волны на любых волосах, на таких, на средней длине и на длинных волосах можно сделать. Весит он 561 грамм. Это довольно тяжело. Далее у нас GHD Platinum Plus. Он весит 400 грамм. И самый легкий, ну реально, вот можно аж подбрасывать, это Suntouch. Он 197 грамм весит. Почему? Как бы важно обращать тоже внимание на вес. Ну просто чем длиннее ваши волосы, чем они гуще, тем вы дольше будете работать утюжком, и тем быстрее будет уставать ваша рука. Если вы не натренированный человек, не увлекаетесь спортом, то, возможно, тяжелый утюжок будет для вас тяжеловат в использовании. Ну а если хотите подкачаться, то... Берите потяжелее. Ну и последние, на самом деле, функции, про которые стоит сказать, это функция ионизации. Здесь она есть везде, по-моему, уже. Она у многих утюжков, мне кажется, сейчас практически везде встроена. Да, волосы меньше электризуются. Опять же, больше блеска, лучше скольжение и так далее. Какие-то дополнительные фишки для кого-то тоже играют роль в выборе. Посмотрите, важны ли эти дополнительные штучки, которые могут идти в комплекте для вас. Вот у Сантачи у нас ничего нет в комплекте, но при его цене, цена 6000 рублей, 5900 вот этот утюжок стоит. Есть его лонг-версия, она, по-моему, на 200 или 300 рублей подороже. И у меня как раз в видео вы могли наблюдать год, два, три назад. У меня также была более широкая такая, более длинная, вернее, версия. Там удлиненные пластины, они 10 сантиметров, здесь 9. И вот можете зайти посмотреть потом в работе этот утюжок. Думаю, что многие из вас его также видели у стилистов по волосам, просто потому что в своей ценовой категории это идеальный утюжок, долговечный утюжок. Им легко, удобно работать, и укладки получаются превосходные. Хорошее распределение тепла, хороший захват, нет никаких неудобств использования. Поэтому, если у вас нет бюджета на DHD, нет на Dyson, то вот Сантачи, я даже BabyList не хочу вам рекомендовать, никакие другие. Просто из профессиональных утюжков 6000 рублей, мне кажется, что идеально. Но вот ничего дополнительного за эту цену вы не получаете. Что получается здесь? Ну вот мой утюжок в этом цвете, он шел с еще дополнительным большим кейсом, он был в наборе с феном. Но кейс я использую как раз, когда езжу на свои консультации и вожу там все свои средства, там удобно их сложить. Здесь есть также термозащитный чехол, который вы можете, он такой, не знаю, силиконовый, наверное. Вы можете надеть его сразу после использования и убрать утюжок в сумку. То есть у вас там ничего не будет пережигаться. Очень удобно, если вы быстро сделали укладку, куда-то торопитесь и берете с собой это все. Опять же в работе, допустим, да, если вы делаете укладки как стилист по волосам, то и переезжаете с места на место, то это удобно. Я не сказала про цену для GSD. Такой утюжок вы можете найти отдельно, да, он продается не только в комплекте с феном, его можно купить отдельно в чехле, без чехла в районе 20 тысяч рублей. Я вот сейчас смотрела, его можно приобрести. Что касается Dyson, то здесь у нас разные фишки в составе, да, есть. Помимо вот такой подставочки, очень симпатичной, да, которая держит наш утюжок, есть также термозащитный чехол, в который удобно убирать утюжок. Так, здесь еще у нас шнур с питанием и в целом все, да. Но за вот эту цену, которую он стоит, а стоит он 40 тысяч рублей практически у нас, вы получаете в целом удобный комплект для перевозки с собой, для работы, чтобы поставить, для дома, длинный провод, ну и все остальные характеристики, про которые я вам уже сообщила. Технология, с помощью которой был разработан этот утюжок, насколько я читала ее, изучали, разрабатывали, делали, проектировали на протяжении пяти или семи даже лет. И вот это позволило сделать такой утюжок и с интересными плавающими, здесь не просто плавающие пластины, они еще и гибкие. На мой взгляд, именно если вы очень много работаете утюжком, то вот эти два инструмента идеальны. Если вы ищете классный подарок для себя, у вас есть средство на вот такой утюжок, то выбирайте Dyson, но помните про то, что он тяжеловат. Или если вы, не знаю, куда-то постоянно ездите, вам нужно менять укладки, то тоже, почему нет, отличный подарок. То есть в целом его цена, ну, оправдана всем, чем вот все, что здесь и в нем внутри есть, и снаружи, что дается в комплекте. Почему нет, почему бы не побаловать себя. Кто не разделяет моего мнения, может тоже написать в комментариях, если вы считаете, что это слишком дорого. Ну и самый бюджетный вариант, который подойдет и для дома, будет реально идеален и для дома, и для работы, если вы профессионально используете инструменты, и тоже прослужит вам очень долго. Вот этот вот уже такой замызганный у меня немножечко вариант, но служил верой и правдой много лет. Последнее, о чем важно помнить, что термоинструменты, утюжки мы используем на сухих волосах. Досушите ваши волосы полностью, и только потом приступайте к выпрямлению или накрутке. И также не забывайте про термозащиту. Это может быть как отдельный спрейм, может быть термозащитные компоненты в составе средства, которые вы уже использовали для сушки, допустим, мусс для объема, там есть термозащитные компоненты, или масло, или разглаживающий крем. И если ваши действия идут подряд, то есть вы высушили, накрутили, то можете не наносить дополнительную термозащиту, но в целом можно нанести, если она у вас легкая и не утяжелит ваши волосы. Например, я уже сказала, в виде спрея. А давайте прям вот сейчас быстренько я накручу, пока заканчиваю это видео, вот даже на ощупь. Накручу волосы. Я сейчас поставлю телефончик, чтобы хоть как-то видеть себя. И просто покажу, что реально очень быстро можно сделать укладку. Просто эта штука у меня заряжена, эти надо подключать к розетке, которой нет, к сожалению, близко, поэтому покажем на утюжке. Вот единственное, что, на мой взгляд, вот такие более узкие варианты, они идеальны для волос коротких, волос средней длины. То есть вот это универсальное средство для всех волос. Если у вас прям совсем короткие волосы, но вам хочется какие-то элементы подкручивать, вот здесь, да, у лица что-то, челочку, то берите поуже. Но в целом я сейчас свои волосы подкручу и на вот этот инструмент. У меня волосы были буквально перед съемкой обработанной термозащитой, поэтому я не буду сейчас пшикать их. Не забывайте также, что утюжок можно по-разному использовать для разной текстуры и получать разный рисунок на волосах. Вот видите, я делаю и получается... Сейчас мы просто зададим легкую текстуру. Вот, уже что-то поменялось у нас. И здесь берем. Вуаля! Просто за несколько секунд, вот даже в отсутствии зеркала на телефоне посмотрела, чуть-чуть придала новый образ, новую текстуру. Даже на короткой стрижке, даже вот с таким достаточно объемным, большим диаметром утюжка. В целом, наверное, это все, что я хотела сегодня вам рассказать. Я надеюсь, что это видео поможет вам с выбором. Ссылки на все утюжки, про которые сегодня шла речь, я оставлю в описании под видео. Возможно, мои любимчики вам тоже приглянутся. Пишите в комментариях, какой у вас любимый утюжок. Возможно, чем-то пользуетесь уже очень давно и вас это устраивает на миллион процентов. Я тоже посмотрю на эти варианты. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Желаю вам удачной покупки, удачного приобретения утюжка. Смотрите на все характеристики, потому что это исключает возможность, ну, либо минимизирует возможность разочароваться в своей покупке. Когда учитываешь все, от покрытия пластин до длины шнура, получаешь классный результат и, как следствие, красивую, стильную, качественную укладку. С вами была Лиза. Скоро увидимся на моем канале. Пока-пока!